Между тем у наших соседей в Алтайском крае Российской Федерации с конца сентября начался заметный рост больных коронавирусной инфекцией. Прямо сейчас с нами на связи корреспондент телеканала Вести Алтай Владислав Танаев, который готов поделиться с нами подробной информацией. Владислав, приветствуем. Как обстоят дела у вас в регионе? Да, здравствуйте, коллеги. И начну я сразу с последних сводок. Вчера в крае было выявлено 178 человек с коронавирусом. Это статистика оперштаба. Ну, конечно же, она полной картины всего происходящего не описывает. С конца сентября в крае начался значительный рост больных с COVID-19. И связано это со второй предполагаемой волной коронавируса и сезонными болезнями, такими как УРВИ и грипп. И вот такое сезонное обострение значительно увеличило поток пациентов, особенно в городских поликлиниках. Там скапливаются огромные очереди из желающих попасть на прием к врачу. Увеличился поток и тех, кто хочет вызвать скорую помощь. И из-за этого ковидные больные ждут скорой, бывают часы, а иногда даже сутки. Увеличилась очередь и в диагностический центр. Там делают компьютерную томографию легких. И чтобы сократить очереди, Край закупил 4 новых томографа. А вот чтобы разгрузить очереди в поликлинике, в Край создали специальные колл-центры. Операторы по телефону принимают заявки на рецепты и анализы. Затем их относят к врачам. И каждый день вот такие колл-центры звонят более тысячи человек. Резкий рост числа заболеваний выявил еще проблемы. Это нехватка лекарств, которые необходимы при ковиде и УРВИ, а также нехватка медперсонала. Все эти проблемы Минздрав сейчас пытается решить. И уже было обращение в частные поликлиники за помощью. А также в Край открылись дополнительные ковидные госпиталя. Усиливает Край и антиковидные меры. Так, например, до 14 ноября продлен режим самоизоляции для тех, кому больше 65 лет. Усилен и масочный режим, особенно что касается транспорта, торговых центров и других общественных мест. Резкий рост числа заболевших коснулся и школы. Края, так, например, некоторые закрылись на карантин. Вообще же для всех школьников региона каникулы осенние будут продлены на целую неделю. Что же касается учреждений дополнительного образования, их вообще, возможно, перейдут на дистанционное обучение. И при всем этом границы края полностью открыты. По территории России жители региона могут вообще свободно перемещаться. А вот для посещения других стран, в том числе Казахстана, на границе нужно будет предъявить справку об отсутствии контактов с заболевшими. Коллеги. Большое спасибо, Владислав. Я напоминаю, что с нами на связи были наши коллеги из города Барнаула, Алтайского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова